Добрый вечер, я Максим Путинцев, а на стенде сегодня Юрий Романович, директор компании ТЭН Девелопмент. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. Прежде всего, позвольте поздравить вас с прошедшим праздником, Днем Строительства. Спасибо. Днем Строителя, точнее, и в главный профессиональный праздник компании есть что заявить, есть чем отчитаться о своих успехах? Ну, спасибо за поздравления, приветствую всех зрителей телеканала, рад снова у вас оказаться. На самом деле, наверное, успехи достаточно стабильны, мы развиваемся по намеченному плану, мы с вами не так давно встречались в этой студии, у нас запустились новые проекты. Ну и помимо всего прочего, мы стали меняться, более осовремениваться, модный у нас сейчас термин, мы занимаемся рефрешем бренда, превращаем наш бренд в более современный, более стильный, более понятный нашим клиентам. Ну, сейчас мы попробуем разобраться с тем, что же подразумевается под этим замечательным английским словом рефрешинг, который переводится на русский как освежение, обновление, если хотите. Ну и, поясню для наших зрителей, компания Тен Девелопмент в День строителя была фактически главным организатором праздника в нашем городе, который проходил в парке Маяковского, правильно? Организатором праздника, конечно же, была администрация города, мы всего лишь скромно... Вы всего лишь помогали. Скромное участие приняли в организации, насколько смогли. Поэтому очень нам понравилось само мероприятие в парке отдыха, сам был с детьми, очень неплохо все прошло, ну и с жителями, насколько я понимаю, все тоже очень понравилось. Это замечательно. Вот теперь к рефрешингу. Что это все-таки такое и ключевой вопрос, зачем? Ну, вроде бы у Тен Девелопмент и так все в порядке. У вас есть сложившееся имя, есть репутация, есть клиенты, есть партнеры. Ну, в общем, жизнь удалась, зачем что-то обновлять? Ну, это шаг навстречу нашим клиентам прежде всего. Так уж случилось, что в последнее время мы столкнулись с существенным обновлением клиента. То есть появился у нас новый тип покупателя, это поколение Y, которое только вступает в свои права. То есть мы с вами уже, наверное, поколение, у которых жизнь сложилась, так или иначе мы где-то живем. Но и основную массу начинают составлять эти как раз молодые люди от 30 до 40 лет, которые ищут себя, ищут свое первое жилье. У них свой язык, они в основном общаются в онлайне, они абсолютно по-другому смотрят на жизнь, абсолютно по-другому смотрят на те необходимые элементы жизни, которые должны присутствовать в их жилище. Ну вот мы постарались подобрать тот язык, который будет понятен им, и говорить с ними на одном языке. Собственно говоря, из этого и родилась идея рефреша. Где-то полгода назад мы занялись достаточно подробным анализом рынка, оценили всех наших конкурентов, поговорили с клиентами, провели массу соцопросов. Ну то есть реально на аудит всей этой истории ушло полгода. По итогам чего родилась целая концепция рефреша бренда. Ну и вот его вы уже можете заметить в городе. Это обновленный логотип в черно-желтых тонах. Тон, который у нас в городе ни один застройщик на сегодня не использует. То есть мы и здесь подчеркиваем, что мы... По законам маркетинга работаете. Отличаетесь. Да, отличаемся. Ну это отличие чисто визуальное по бренду, а на самом деле глубочайшее отличие это в том, что мы переходим на более понятный клиенту язык общения. Вот это у нас проявляется в материалах, которые мы передаем клиентам при рассмотрении и выборе квартиры у нас в комплексах. Это отражается в нашем новом офисе продаж, который мы в сентябре запускаем. То есть там все будет заточено под клиента от приема его на входе, угостить лимонадом, рассказать о наших проектах, погрузить в VR-реальность. То есть эти все фишки, которые нашему клиенту необходимы, мы учли. Кроме того, это будет отражаться как в наружной рекламе и во всех маркетинговых мероприятиях, которые мы планируем на ближайший год. Ну, в общем-то, вот это суть рефреша. То есть рефреш не подразумевает ребрендинг. Бренд достаточно давно сложился, он получил хорошую репутацию на рынке Екатеринбурга. То есть мы известны как и нашими собственными уникальными проектами, так и проектами, которые нам отдают на реализацию инвесторы. Это Екатеринский парк, о котором мы уже с вами беседовали. Ну и социальной политикой, которую проводит наша компания. То есть мы продолжаем участвовать в спасении обманутых дольщиков Екатеринбурга и области. И в этом году заканчиваем в Екатеринбурге и еще в одном городе два комплекса, где, надеюсь, передать ключи под Новый год людям, которые так давно ждали. То есть в этом плане бренд наш стабилен, мы развиваемся, но чисто визуально нужно было омолодиться, вот мы это сделали. Но все-таки клиентам, ну скажем, в моем возрасте 40+, им имеет смысл по-прежнему пытаться работать стенд-девелопмент или уже тот язык, на который вы перешли, он будет мне и людям типа меня малопонятным? Ну на самом деле простота и лаконичность это то, что мы пытаемся демонстрировать в наших материалах и даже нам с вами, я тоже уже 40+, этот язык должен быть понятен. То есть никаких суперинноваций в разговоре с клиентом не будет. Никакого новояза, вот этого сленга или там может быть рэп кто-нибудь читать будет из сотрудников в офисе. Идет именно локализация той информации, которую клиент хочет получить без воды, по делу, по существу. И при помощи новых технологий. И при помощи новых технологий, но я думаю мы с вами как бы их освоим. В общем есть какие-то вещи действительно новые, но как сказал бы классик, базис он остается прежним. Да, да, как раз это в нашей рекламной кампании можно увидеть, когда мы используем классически известные образы с комбинированием с современными элементами. Юрий, вы рассказали об одном из проектов уже вскользь, который реализует ваша компания. Вы строите Екатерининский парк, ну такой довольно большой, серьезный объект на карте нашего города, амбициозный проект. Кроме этого, какие еще объекты для TN Development являются флагманскими, ключевыми, принципиально важными? Да, принципиальными они являются все. К каждому проекту мы относимся как к ребенку. Его надо выносить проект, выменьшить, воспитать и передать в надежные руки жильцов будущих. На самом деле они для нас все важны. Если говорить о масштабных проектах, это безусловно Екатерининский парк. Это тот объект, который будет задавать тон центру Екатеринбурга в ближайшие 5-10 лет. На месте бывшего завода «Уралтрансмаш». Да, на месте бывшего завода «Уралтрансмаш». И один из работников как раз хотел очень посетить его, Аркадий Михайлович Чернецкий, посмотреть, что же мы там делаем. Я думаю, в ближайшее время... Вы просто работник знаете, руководитель. Да, мы ему экскурсию там организуем обязательно. Вот, данному району я уделяю очень много внимания и вся наша команда. То есть то, что мы там готовим, будет действительно такой феерической бомбой. Я иногда мимо проезжаю, пока вижу один дом, если не ошибаюсь. Да, сейчас один дом уже в достаточно высокой степени готовности. Второй мы начали. Ну и вот сейчас порядка пяти архитектурных бюро борются за то, чтобы именно их концепция была утверждена. То есть там будет очень интересная фишка, которая для нашего города актуальна. Это парк в центре этого микрорайона. То есть мы планируем сделать там уникальный парк по аналогу с Нью-Йоркским парком. Он займет больше 15 тысяч квадратных метров. Ну это полтора гектара практически. Мало кто из девелоперов такое делает. Никто не делает в Екатеринбурге. Ну чего уж скромничать, если это так. Нет, это действительно так. Он будет уникальным еще тем, что он будет находиться не на уровне земли, а на уровне кровли первого этажа многофункционального центра. Вот. Вещь достаточно интересная. К нему мы привлекли не только архитекторов, но и ландшафтных дизайнеров. И одного такого кудрявого блогера, который недавно буквально наш город поставил в топ городов комфортных для жизни. Илья Варламов его зовут. Да, он самый. Вот. То есть эти ребята сейчас занимаются проработкой концепции. Ну и ближайшие полтора-два месяца, я думаю, мы это обнародуем и покажем. Это Екопарк. Два еще комплексных проекта. Это наш любимый светлый на Кольцовской трассе, который мы продолжаем развивать. Мы вышли на вторую очередь строительства. Эти дома, которые строятся уже, можно видеть сейчас с трассы. Там мы очень много времени также уделяем именно благоустройству. Это вообще укладывается в концепцию, в новую концепцию нашей компании. Работать не только над метрами доступными, не над квадратными. Это вот о том поколении Y, о котором я говорил. У них сейчас задача, чтобы у них рядом с домом было место приложения силы. Они не любят далеко уходить от дома. Они хотят, чтобы у них был определенный социум именно в той локации, где они живут. Ну то есть это комфортная среда на территории комплекса. Это какие-то активности на общественных пространствах. То есть с ландшафтным дизайном работаем очень много. То есть процентов 15-20 времени мы отдаем именно отработке общественных пространств. Все остальное по классике. Хорошая качественная отделка, понятные планировки, доступные метры. Над этим мы продолжаем работать. Но вот много времени начали уделять именно социализации, социальной среде, в которой жильцы смогут после переезда общаться. Ну это же не просто так, правда. Это вы идете за спросом. Покупатель, клиент, судя по всему, он меняется. Ему тоже нужны не только квадратные метры. Ну на самом деле это из истории, как против ветра плевать. Мы, собственно, этим не занимаемся. Мы понимаем, ветер переменный, он достаточно серьезный. Как МЧС нам шлет по 25 метров в секунду. Вы тоже эти сообщения получаете от своих клиентов. Мы получаем тот месседж, который шлет наш клиент, о том, что пора меняться. Кроме того, это сообщение идет и от государства. То есть государство принципиально изменило политику застройки. Это прямо, можно назвать эпохальным шагом для застройщиков. Переход на проектное финансирование, с которым мы сейчас активно начинаем работать. Ну и у нас локально в городе тоже идут изменения в администрации города. То есть администрация сейчас сформировала новый посыл о том, что застройка будет систематизироваться. Что для того, чтобы там и в том или ином месте начать строительство, необходимо решить вопросы социальной обеспеченностью школами, садиками, инфраструктурой, транспортом. То есть вот здесь мы работаем и с правительством области, и с администрацией, как достаточно большой застройщик, чтобы найти компромиссные решения. Но получается общий язык находить? Вы знаете, да. Получается. Более того, мы достаточно часто бываем на рабочих группах, обсуждаем эти вопросы. И главное, что нас слышат, к нам прислушиваются. Поэтому достаточно хорошо работа идет. Но все эти перемены, мы должны их слышать, иначе мы окажемся мимо рынка. Ну и, соответственно, вряд ли кто-то будет покупать. Мы слышим клиента, мы слышим власть, слышим банки, которые нас финансируют. Поэтому работаем и над экономикой проектов, и над их качеством. Спасибо вам большое. Еще раз с прошедшим Днем строителей и наступающим Днем города. Спасибо. С наступающим. Я напомню, что на стенде был Юрий Романович, директор компании Тен Девелопмент. До свидания и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...